Правительство сейчас пытается решить сложную задачу, с одной стороны сделать цены на ГСМ рыночными, с другой не вызвать в обществе социального напряжения. Пока что чиновники делают очень осторожные шаги в сторону либерализации. Глава агентства по защите и развитию конкуренции Марат Умаров заявил, что в Казахстане отменят предельные цены на бензин и дизель. Сейчас существует потолок, выше которого продавать ГСМ нельзя. За этим следит государство. Самый ходовой бензин сейчас стоит 205 тенге за литр у нас, а вот в соседних странах бензин и дизель стоят в полтора и даже два раза дороже. По данным финмониторинга, только в Кыргызстан ежемесячно утекает до 10 тысяч тонн ГСМ. При этом в разных регионах Казахстана периодически возникают проблемы с 92-м бензином, летом тоже были эти проблемы локальные. Чтобы стабилизировать ситуацию на отечественном рынке, правительство планирует поэтапно отпускать цены в свободное плавание. Пока что речь идет только об оптовых поставках, но следующим шагом станет отмена контроля на заправках. Ну а вслед за бензином хотят отпустить цены на автогаз. Как скоро следует этого ждать и как сильно могут измениться цены, об этом мы поговорим с нашим экспертом. Генеральный директор компании «Пейс Аналитикс» Оскар Смейлов уже у нас на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Оскар, скажите, вот повышением цен на бензин нас пугает уже не первый раз. Чуть ли не через каждый эфир, через каждый стрим мы обсуждаем, будет ли повышение цен. В мае этого года правительство пересмотрело лимиты и изменило розничные цены для иностранцев. Тогда тоже прогнозировали рост цен, мы тоже это обсуждали, но этого не произошло. Насколько нынешние действия агентства могут повлиять все-таки в итоге на цены? Я так думаю, что это, скорее всего, был такой информационный вброс, да, посмотреть на реакцию граждан Казахстана. То есть насколько такая новость, она начнет будоражить население. Но проблема в том, что большинство населения, оно у нас же больше ориентируется на цифры, на АЗС. То есть если там цифры поменялись в большую сторону, тогда она реагирует. Потому что ко мне обращалось очень много людей, и они спрашивали вообще, что это такое за термин, да, там, либерализация, как это вообще повлияет. То есть по сути, скажем так, вброс, может быть, информационный он был, но я бы не стал делать какие-то выводы, да, из того, что люди не отреагировали на это. Вот, поэтому здесь следующие шаги, конечно, лучше не делать, опираясь на этот вброс, потому что если резко сейчас повысить цены на бензин, и ценник изменится на АЗС, там люди, конечно, отреагируют сразу. Поэтому, скажем так, ну, вот мое мнение, что слова Умарова нужно просто расценивать как, ну, скажем, сканирование общества, да, на это. Расчупывание почвы, да? Да, ну, а как думаете, как долго государство может сдерживать цены на бензин, ну, и на автогаз? Во сколько примерно это обходится бюджету? Вот как-то прощупать конкретные суммы можно? Ну, государство, в принципе, может эти цены сдерживать и 10 лет. Как бы здесь же, понимаете, нефть, которая поставляется на переработку НПЗ, она с очень большим дисконтом идет в сравнении с мировыми ценами. То есть она там в порядке в 3-4 раз дешевле. Вот, поэтому сказать, что государство, ну, как-то теряет на этом, государство, в принципе, не теряет, да, на переработке. Вот, и эта цена, она больше бьет по, скажем, людям, которые конечный бенефициар, да, то есть этих цен. Вот здесь нужно просто людям, тем, кто аналитику проводит вообще в целом, посмотреть, кто является выгодополучателем конечным, вот, от повышения цен. Вот, тогда, наверное, можно думать, да, действительно, кто получает выгоду, ну, точно, это не государство. А кто получает выгоду, кто конечный бенефициар? Ну, скорее всего, наверное, это те компании, которые занимаются крупной оптовой продажей ГСМ бензина, дизельного топлива. Потому что наши НПЗ крупные, которые вот в Шенкенте, в Атрау, в Аладаре, они получают только за процессинсом, за нефтепереработку. Вот, они не продают топлива, то есть приходит недропользователь со своей нефтью, платит ему за переработку и потом забирает те продукты нефтепереработки, которые получаются. Вот, поэтому сказать, что там государство в этом плане там что-то поддерживает и теряет, как бы это, ну, не совсем корректно бы. Ну, а все... Там какие-то перетоки, это совсем мизер. Вот вы говорили про 10 тысяч тонн, которые в Киргизию уходят, но в масштабах там 17 миллион тонн переработки нефти, 10 тысяч тонн, это, ну, это капля в море. Мало, да? Да, это просто как бы информационно, оно как бы звучит очень громко, но по факту на отрасли вообще эти 10 тысяч тонн никак не влияют абсолютно. Да, то есть на ситуацию никак они повлиять не могут. Ну, и все-таки вот вы сказали, что государство очень долго может сдерживать цены и так далее, и что Марат Умаров мог сделать такое заявление, чтобы просто посмотреть на нашу с вами реакцию всех. Но все-таки пойдет ли, как думаете, государство на кардинальную либерализацию или все-таки ограничится такими, ну, скажем, полумерами? Ну, я думаю, государство пойдет на либерализацию, потому что есть все-таки межправительственные соглашения в рамках Евразийского союза. То есть вы же знаете, там в 25-м году должен был быть единый энергорынок, который перенесли на 27-й год. А это уже обязательства, да, там Казахстан перед Россией, перед Белоруссией, перед Кыргызстаном. Вот, в этом плане, ну, как бы, есть правила игры, их нужно соблюдать. Соответственно, если к 2027 году должен быть единый рынок, вот, то, скорее всего, вот к этому периоду все цены будут выравниваться. Да, вот цены выравниваться. Интересно, вот, насколько они выравняются с нашими соседями, учитывая, что там, ну, такой, достаточно широкий разброс цен. Вот в России у меня данные 92-й стоит примерно 240 тенге в переводе на наши, в Кыргызстане 350, в Узбекистане около 400. Не то, чтобы прям сильно большая разница, но все-таки разные цены. Как вы думаете, вот это вот до какого-то потолочного, ну, например, до узбекских цен дойдут наши ценники на наших заправках? Ну, цены, скорее всего, поднимутся до цен российских, потому что, извиняюсь, основной поставщик нефти и ГСМ, как в Узбекистан, так и в Кыргызстан, это все-таки российские нефтяные компании. Вот, то есть там, по большому счету, бензин или там дизель, который перерабатывается и получается в Казахстане, он практически туда не попадает. Это сфера влияния российских компаний. Вот, поэтому, ну, наверное, россиянам будет выгодно поставлять также в эти две республики и получать прибыль. Вот, а казахстанский бензин, он вырастет только до цен уровня российских. Поэтому критично сказать, что там до уровня цен в Узбекистане или в Кыргызстане, я сомневаюсь. Да, ну вот, и все-таки, а как думаете, в той ситуации будет ли какая-то реакция в обществе? Потому что, вот, как я сказала вначале, там, в правительстве все думают, как решить вот такую двойную задачу, да, и либерализация, и тут вот сдерживать народный гнев? Ну, это нужно все делать плавно, да. Это когда плавно цены повышаются, это менее чувствительно, менее болезненно. Вот, сравнивая, опять же, с курсом тенге, да, то есть если в течение года снижать курс тенге, да, повышая курс доллара, как бы это менее болезненно, чем в одну ночь девальвировать вот там на 15-20%. Вы же знаете, вот если разбег брать, там, последние 2-3 года, доллар стоил там 416 максимум, там, и до 580 доходил, если не ошибаюсь, в период ковида. Вот, то есть когда это все плавно происходит, люди даже не замечают, да, вот такого большого перекоса. Вот, а когда это делается единовременно, то это, конечно, очень болезненно. Поэтому, я думаю, скорее всего, у правительства оно будет предпринимать шаги к плавному увеличению. Тем более уже начали говорить, что там бензин социально, он поднимется на 5 тенге, вот, ну и будут потихонечку малой крови так поднимать цены. Да, ну и вот у нас опрос сегодня как раз связан с этой же темой, он звучит, мы обращаемся к нашим зрителям, казахстанский бензин дешевый, тут уже вот отвечают наши зрители, кто что думает, для кого-то дешевый, для кого-то дорогой, и мы с экспертами тоже этот вопрос обсуждали, что в принципе, ну если по чесноку вот так, то у нас бензин действительно дешевый. Тут вопрос в другом, вот в чем, как вы думаете? Понимаете, я уже много раз рассказывал, дешевизна бензина, она не должна сопоставляться с ценами на других странах. То есть стоимость бензина нужно коррелировать с покупательной способностью казахстанцев. С благосостоянием, с уровнем жизни, правильно? С уровнем жизни, конечно, да, то есть может быть в целом там с европейскими ценами, если мы сравниваем, то это тяжело, да, и там можно сказать, что, конечно, у нас бензин в 3-4 раза дешевле, чем в Европе, но средние зарплаты в Европе тоже намного выше. Я думаю, там для них покупательная способность того же бензина, она намного выше, чем в Казахстане. Это первый момент. Потом у нас все-таки этот бензин, он как основной источник прибыли для людей, которые, ну, занимаются развозкой, да, людей, ну, такси, то там грузовые какие-то перевозки. Вот, в Европе это все-таки, ну, просто люди для себя используют. Вот, это, поэтому сравнивать просто голые цифры, да, это не совсем корректно. Ну, то есть, если подвести итог, что если плавно повышают, повышать будут цены на бензин, то хотя бы плавно, но тоже повышать уровень благосостояния населения тоже надо бы. Ну, лучше быстрее повышать, чем цены на бензин. Лучше, вообще быстрее, да. Вот тут вот лучше, да, работать можно и сразу, и резко, и единовременно. Никто не обидится, если станут жить вдруг лучше. Оскар, спасибо вам, что были сегодня с нами. У нас на связи был генеральный директор компании Pace Analytics, Оскар Исмаилов. Вам хорошего вечера. Вам тоже. Спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»